Приветствую вас! Я увидел в вашем тексте несколько моментов, на которые хотел бы обратить ваше внимание. Вначале я думал, что этих моментов будет два, потом я понял, что их будет три, а потом я решил, что просто перечискиваем их, не считая, потому что в процессе перечисления вполне может быть появится что-то ещё. Вот, и мне бы не хотелось выглядеть человеком, который не отвечает за свои слова. Во-первых, новую историю создать невозможно, потому что нет никакой новой истории. Новая история – это вы, это ваша жизнь, и то, как вы живёте. Вот это новая история. Новая история – это то, что делаете вы. Это то, это, эм, новая история. Новая история – это, эээ, это то, как вы реализуетесь, как вы раскрываетесь, как вы развиваетесь. Вот это новая история. Новая история с другими людьми – это иллюзия. Потому что, как вы верно заметили, отношения новые, а вы старые. Поэтому я рекомендую вам сразу отказаться от идеи создавать какую-то новую историю, ну, хотя бы потому, что все мы знаем, какую роль играют люди в истории, ну, вообще в истории человечества. И мне бы не хотелось, чтобы вы и ваш мужчина, кем бы ни был, были этими элементами в истории. Я думаю, что никто не достоин того, чтобы быть такими элементами в истории. Другое дело, для чего вам нужно создавать историю – это уже совсем другой вопрос. То есть, откуда к вам пришла вот эта вот излишняя, не побоюсь этого слова, романтизация, обмолшение? И какую цель она преследует? Какие желания стоят за ней? Эти желания, в отличие от самой романтизации, являются правильными, адекватными, верными, хорошими, естественными. Но это ни в коем случае не может быть тем, что мотивирует, стимулирует вас на то, чтобы выздравить свое поведение с мужчинами. Каким-то определенным образом. Дальше. Следующий момент, который я хотел бы вам продемонстрировать – это момент ваших желаний. То есть, вы говорите, что и в старых, и в новых отношениях вы ведете себя одинаково. И в старых, и в новых отношениях вы преследуете одни и те же интересы, и одни и те же цели. И в общем-то, это нормально. Я был бы удивлен, если бы вы в отношениях с одним молодым человеком увлекались, например, зоопарками и животными, а в отношениях с другим молодым человеком увлекались бы музыкой. Это был бы несколько странный аспект, и в первую очередь он свидетельствовал бы о том, что вы в себе не уверены, либо излишне внушаемы, либо склонны растворяться в других и, соответственно, принимать интересы этих самых других людей, что не всегда является чем-то хорошим. Вообще никогда не является чем-то хорошим. То есть, можно принять интерес другого человека, например, я знаю, что вам нравятся зоопарки, ну и зоопарки и животные, я мог бы рассказать вам что-то про животных, если бы знал, вот. Но даже в этом случае я не мог бы посвятить животным весь свой ответ, это было бы неправильно. Поэтому я был бы удивлен, если бы вы вели себя как-то по-другому в отношениях с другим мужчиной. И я еще больше удивлен, что вы почему-то считаете, что должно быть иначе. Но самое удивительное, и нет и с тем тревожное, заключается в том, что вы не раскрываете того, что делали именно пока были одна. Складывается такое впечатление, что в одиночестве вы не делали ничего того, что вы делали с первым молодым человеком и со вторым. Складывается такое ощущение, что вы не реализовывали себя, а это означает, если это так, то это значит, что вы свои желания реализуете только в отношениях с кем-то. Вы не реализуете их самостоятельно. Возникает вопрос. А что в таком случае нужно вам? Лично вам. Лично вам. Что в таком случае нужно лично вам? Для себя. Чего в таком случае вы хотите для себя? Лично. Лично. И как вы этого добиваетесь? Как вы это реализуете? Что вы делаете для того, чтобы это можно было бы реализовать? Почему я не говорю наверняка, что в одиночестве вы, ну, когда были одна, не делали ничего из того, что делали, находясь уже в отношениях. Потому что вы об этом ничего не пишете. В своем тексте вы говорите, что восемь месяцев я была одна, а недавно встретила другого. И вы не пишете о том, что вы делали, будучи одной. Это вот такой аспект. Дальше. Сам факт расставания. Это травма. Это всегда травма, это всегда больно, это всегда стресс, это всегда определенные перемены, определенные изменения вообще во всем, что происходит в жизни человека. И самое, наверное, главное, это то, что расставание, любое расставание меняет степень расширенности сознания. То есть считается, что когда человек находится в отношениях, он претерпевает расширение своего сознания. Соответственно, это осознание как выращиряется за счет того, что с человеком находится кто-то еще. Когда человек расстается, сознание осуждаются, соответственно, это очень болезненно. И в результате этой болезненности человек реагирует, ну, определенным образом. То есть кто-то решает, что отношения больше не нужны и в отношения не вступает, кто-то наоборот решает, что отношения не нужны и отчаянно их ищет других уже. Кто-то действует еще как-то по-другому, да, то есть мы сейчас все возможные варианты, естественно, перечислять не будем. Важно понять вот именно принцип. И недаром говорят, что расставание это травма в смысле того, что это нужно переживать, ну, в лучшем случае, в идеале, именно с психологом, чтобы делать правильные выводы. И чтобы пройти все стадии отпускания любимого человека, который есть в психологии. Вы, скорее всего, эти стадии не прошли. И вы, скорее всего, до сих пор не завершили эти отношения. Вот. Ну, по той или иной причине у вас нет ощущения, что эти отношения завершены. И, соответственно, коли так, то это и объясняет то, почему вы называете, хотите назвать, даже не хотите назвать, а сравнивать, сравнивать мужчин. Вот. Значит, расставание нужно, ну, надлежит исследовать, завершить, отношения с первым молодым человеком нужно завершить, это необходимо совершенно. Вот. И, соответственно, уже тогда можно говорить, ну, о чем-то, да, можно говорить о каком-то движении вперед. Дальше. Что касается интересов, что касается вашей активности и того, как вы, ну, называете молодого человека. Здесь все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Вообще, вообще говоря, интересы, ваши интересы, те интересы, которые есть у вас, они адекватны. Об этом я уже говорил. То есть, адекватно, что те интересы, которые есть у вас, да, они нормальные, они хорошие, они правильные. Я был бы удивлен, если бы вы поступали когда-то по-другому. То есть, в том, что касается ваших интересов, в том, что вам нравится, здесь все в порядке. Я не думаю, что в этом случае нужно что-либо менять. То, что вы называете молодого человека так же, и хотите его назвать так же. С одной стороны, представляет собой нормальную реакцию, потому что, если вы считаете, например, что самое ласковое слово для вашего любимого человека, но оно вот, ну, такое, да, то есть вот определенным образом звучит, то вы его, скорее всего, будете называть. Об этом нет ничего плохого. С другой стороны, если, поскольку есть элемент незавершенности, что, то что-то из этой незавершенности влияет на текущее отношение. И просто нужно это, то, что идет из незавершенности, нужно убрать, реализовать. И тогда вы будете просто более естественно вести себя с мужчиной. Вот и все. Дальше. Ага. Сравнение, это все тоже. Сравнение мужчин, это тоже незавершенно. Дальше, значит, так. Вот вы тут пытаетесь за нас уже что-то говорить, пытаетесь за нас уже как-то сами себе возражать. Это первый признак игры в данную, можете почитать про эту игру в интернете, она так и называется. Да, но, да, но, запятая, через запятую. Вот. Соответственно, это игра жертвы, и вы находитесь в жертвенной позиции, может быть даже не видя, не осознавая этого. Следующий аспект. Следующий аспект. Как вы воспринимаете второго мужчину? То есть, вот вы их сравниваете, да, сравниваете их для чего? Вот вы говорите, что я думаю, как отреагировать там, ну, как бы отреагировал первый мужчина, да, в этих ситуациях и так далее. То есть, ну, тоже нужно анализировать ваше желание и что стоит за ними. Потому что момент очень важный. Подается такое ощущение, что многие аспекты вы делаете просто не осознанными, да, не понимая, какие чувства стоят за ними и, соответственно, не пребывая в осознанности. Вот. В следствии чего возникают у нас такие вот проблемы. Ну, это корректируется, это исправляется, ничего страшного в этом. Нет. С сравнением, еще раз повторяю о нем, стоят какие-то желания. Ваше желание. Тут вам для чего-то нужно. Возможно, идет внутренний диалог с молодым человеком, который, в свою очередь, ассоциируется с диалогом еще с кем-то. Например, из кого-то из числа родительских фигур. Вот. Это предположение, но может быть. Вот. Далее. Само расставание. Само расставание. Если у вас была целая история и вы расстались, то это не было случайно. Не было случайностью. То, что вы говорите, что так сложились обстоятельства, это оправданно. Не то, чтобы я вам не верю, просто я верю в то, что вы так считаете, но это не правда. А если у вас была целая история, если вы друг друга любили, если между вами было все хорошо, вы бы никогда не расстались. А если расстались, значит, что-то было не так. И вы на 50% ответственны за то, что вы расстались. И если мужчину вам первого возможного уже и не вернуть, то вот выводы сделать из того, как вы поступали. И исправить ошибки. Понять их. Определить, что-то они не кроются. Какие желания. И правильно это все реализовывать. Дабы не было мотивации совершать их снова и снова. Сделать вполне себе возможно. Сделать даже и нужно. Нужно для того, чтобы чувствовать себя лучше, увереннее и безопаснее в отношениях. Чтобы, знаете, не было такого, что, хоп, внезапно и все, молодой человек ушел. И это тоже. То есть вам нужно четко знать, что вы сделали для того, чтобы ваш первый мужчина ушел. Ибо, просто, чтобы вы понимали, да, то, что уход это стресс. Ну, расставание это стресс, стресс не только для вас, но и для мужчины тоже. И, соответственно, требуется достаточно серьезное обстоятельство для того, чтобы решиться на такой шаг. Поэтому, еще раз повторяю, здесь нужно исследовать. Ну и, наконец, последний вопрос, который вы задаете. Правда ли, что в жизни мы любим только раз, а после ищем на него похожих? Правда для тех, кто любовь использует как средство для реализации своих желаний. И неправда для тех, кто каждого человека, кого он любит, кого он встречает, с кем он сближается, воспринимает как отдельную, уникальную, индивидуальную личность. Здесь, правда, есть одна тонкость. Дело в том, что человек второго типа с наименьшей долей вероятности будет пребывать в нескольких отношениях. Человек второго типа будет, как правило, в одних отношениях, ну, максимум двух и не более того. Так что, здесь, что-то принципиально сказать, наверное, будет сложно. Если можно, то только гипотетически. Множественные отношения имеются у человека, который не воспринимает любовь исключительно как творчество и как, скажем так, возможность сделать кого-то счастливым. И поэтому у него множество отношений. В этом случае, да, вы правы. Так все обстоят. Является ли это истинным проявлением любви и естественным процессом психики человека? Нет. Не является. Никак. Это нездоровое, к сожалению, поведение. Поэтому ответ на ваш вопрос, да, вы правы, но это симптом внутриличностных проблем, которые нужно исследовать, которые нужно решать. Поведение вашего, соответственно, корректировать, вырабатывать новые навыки и тогда то, что вы говорите, то, что вы спрашиваете, не будет для вас актуальным. Вопрос в том, хотите ли вы что-то делать для того, чтобы ситуация стала другой. Тут уже решать вам. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите. В личку я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. А буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!